Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, а это видео посвящено ретроградному движению планеты Меркурий, который состоится с 1 по 25 апреля 2024 года. Давайте поконкретнее узнаем, на какие сферы жизни может повлиять ретроградный Меркурий для каждого знака зодиака. Наливайте чай или кофе, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали. И дальше мы начинаем. Овны, дорогие мои, ретроградный Меркурий окажется в вашем знаке зодиака. В первом доме гороскопа практически целый апрель будет там находиться. Во-первых, он сфокусирует внимание на внешности. Кто-то из вас вернется к каким-то процедурам, которые делал давно, либо планировал давно сделать. Это могут касаться, не знаю, уколы красоты, может быть, планировали ботокс. Либо кто-то из овнов захочет изменить свою фигуру. То есть вы планировали, либо раньше занимались спортом, или планировали заниматься спортом, сесть на диету, привести себе порядок, свое тело в норму к лету. И сейчас, в апреле, предоставится такая возможность. Вы словно сфокусируйте внимание на этом. Кто-то из вас снова купит абонемент в спортзал. Кто-то из вас все-таки обратится к косметологу, к диетологу, и как-то захочет изменить свою внешность. Может быть, вернетесь к своему прихмахеру, стилисту, от которого ушли. Или откопаете какие-то вещи старые, которые были точно уже намечены, что вы их выкинете. Но снова оденете на себя, и будете покорять этот мир. Затем первый дом гороскопа — это все, что связано с талантами. И здесь ретроградный Меркурий может вернуть вас в какой-то хобби. Раньше, к примеру, вы пекли замечательные торты, и весь район знал, что вы замечательный повар-кондитер. И сейчас вы снова сможете себя реализовать в этой сфере деятельности. Какие-то таланты, которые вы давно-давно чем-то занимались, каким-то хобби, все в стол писали, или рисовали картины, а потом убирали, или выкидывали их. Сейчас вы снова к этому можете вернуться. Поэтому я желаю вам удачи, Овны. Откопать все-таки этот свой талант обратно, начать реализовывать себя. Ну и любые изменения во внешности я советую делать, когда ретроградный Меркурий войдет в свое прямое директное движение. Это после 25 апреля. Но, если все-таки вы не можете ничего отложить, желаю вам удачи. Перемены только к лучшему. Тельцы, дорогие мои, ретроградный Меркурий окажется в вашем 12-м доме гороскопа. А это все, что связано с прошлым избавлением от чего-то. Кто-то из тельцов вернется мыслями или действиями своими к какой-то проблеме, которая давно у вас вот прям тянется, которую вы никак не можете закрыть. Вот она за вами, как шлейф какой-то. И ретроградный Меркурий повернет ваш фокус, ваше внимание именно к этой проблеме, которую вы откладывали или никак не могли решить, потому что не было времени, денег, связей каких-то. И в апреле вы сможете все-таки опять сфокусировать свое внимание на какой-то определенной задаче. Завершать что-то вы будете. Либо проект какой-то вы не могли завершить, либо уйти с работы не могли. Сейчас появится такая возможность. Вы словно опять очутитесь в какой-то ситуации, которые говорили сами себе. Я больше никогда не буду этим заниматься. Или я больше никогда со мной этого не случится. И снова что-то произойдет. И вы еще раз себе докажете, что нет, надо это бросать, надо это закрывать. Девенадцатый дом гороскопа это также уединение от всего мира. Вам захочется уйти в себя, в свой внутренний мир, чтобы вас никто не трогал, чтобы вот просто отойти от всех дел на какой-то промежуток времени. Избавиться от каких-то дел, может быть, на недельку, может быть, на две. Вообще полезно телецам в апреле брать отпуск и куда-то улетать, куда-то в ретрит или, может быть, в места, где будет малолюдно. Вот чтобы вообще никого рядом не было. Также двенадцатый дом гороскопа это тайны, какие-то секреты. Ретроградный Меркурий может выдать вам какой-то секрет. Это может быть секрет вашего партнера, секрет ваших друзей, ваших родственников. Либо, наоборот, ваши секреты кто-то узнает, кто-то из близкого окружения. Поэтому будьте, пожалуйста, повнимательнее, тельцы. Закрывайте в апреле какую-то очень важную задачу, которой никак вы не могли. Вот ничего не получалось. Ретроградный Меркурий еще раз вас подвигнет на то, что нужно поставить определенную точку в определенной проблеме. Я желаю вам удачи. Близнецы, милые мои, ретроградный Меркурий будет в вашем одиннадцатом доме гороскопа, в доме друзей, коллектива, единомышленников. В апреле кто-то о вас вспомнит, какой-то друг, какой-то человек, какой-то коллега, может быть, с прошлой работы вы будете общаться с каким-то человеком. Вас захотят увидеть, с вами захотят пообщаться, может, даже куда-то позвать. Ретроградный Меркурий, он покажет, что те люди, с которыми вы общались, они еще о вас знают, они о вас помнят. Поэтому здесь будьте готовы к тому, что привет какой-то из прошлого вас точно ожидает в апреле. Затем, может быть, в гости поедете кому-то, либо вас куда-то давно звали, никак не получалось, и вот в апреле получится. Кто-то вас ждет где-то, но вы говорите потом, не сейчас, и в апреле все-таки появится такое окошко, возможность, чтобы действительно поехать кому-то в гости, кто вас давно уже ждет. Также одиннадцатый дом – это какие-то планы, придется что-то поменять, придется вернуться к блокноту, в котором вы писали, что шаг за шагом, что я буду делать через месяц, через два, и что-то скорректировать, поменять. Какие-то мечты ваши могут поменяться, планы, как я уже говорю, могут поменяться. Поэтому, пожалуйста, близнецы, не удивляйтесь, корректировки какие-то будут. Ну и одиннадцатый дом – это дом перемен, и, возможно, вы, знаете, как будто сфокусируете внимание на свой опыт какой-то, что вот эта работа была в моей жизни, и сейчас нужно с этим прощаться, или нужно открывать новые двери в будущее. Захочется свободы, и вы поймете, насколько вы свободны или не свободны. Вот как будто станет картинка на свои места, что вам мешает, чтобы достичь каких-то определенных результатов в жизни. Какую проблему нужно решить? Что в первую очередь нужно решить? Меркурий сфокусирует ваше внимание на этом. Поэтому, близнецы, не бойтесь никаких перемен в апреле, и, конечно, здоровайтесь со всеми бывшими коллегами и старыми друзьями, потому что они все-таки постучат к вам в дверь. Раки, дорогие мои, ретроградный Меркурий будет в вашем десятом доме гороскопа. Вы снова столкнетесь с ситуацией, когда будете решать, к чему стремиться, к чему идти. Что-то у вас будет опять не получаться, и вы будете фокусироваться на том, что у вас не получается. Конечно, я советую каждому раку фокусироваться не на каких-то неудачах, а наоборот, как к опыту, который был в вашей жизни, и заряжаться оптимизмом и надеждой на будущее. Поэтому любые какие-то неудачи, не фокусируйтесь на них в апреле. Затем, десятый дом – это карьера, работа, ваше призвание, профессия. Вы захотите вернуться на какую-то работу старую, либо скажете, почему я оттуда ушел, там же было нормально. Или, может быть, вы захотите поговорить с начальством, потому что десятый дом – это начальство руководства, о каких-то вещах, которые вас беспокоят давно. Или опять вернуться к разговору с начальством, который уже был недавно, вот месяц, может быть, два месяца назад. Что-то вы с ним, с этим начальником выясняли, но никак не получилось поставить точку. Поэтому ретроградный Меркурий снова вас подзовет, вот на этот разговор нужно будет что-то решить. Может быть, какой-то график работы будете менять, или вообще сферу деятельности будете менять, и нужно будет разговаривать с начальством по поводу того, что вы уходите. Вот вы планировали этот уход, и сейчас в апреле все-таки поставите точку. Затем десятый дом – это все, что связано с вашим папой, с отцом. Может быть, с ним хотели поговорить, но никак не удавалось. Может быть, посетить его хотели. Вернется какой-то разговор с папой. Может быть, вы не хотели какой-то разговор с ним заводить, но опять придется о чем-то поговорить. Может быть, о профессии. Может быть, о том, чего вы хотите добиться, или какая ваша цель в жизни. Вот отец с вами никак не мог найти компромисс, и ретроградный Меркурий снова даст возможность с ним поговорить. И десятый дом – это какие-то официальные документы, сертификаты, дипломы. Вы как будто вернетесь к мысли, которая у вас была, о том, что нужно закончить какое-то образование, получить какую-то корочку, какую-то профессию, чтобы идти дальше. Поэтому любые действия на этот счет приведут к каким-то результатам раки, если вы будете действительно к этому стремиться, а не просто вот так подумали и пошли дальше. Желаю вам удачи. Львы, милые мои, ретроградный Меркурий будет в вашем девятом доме гороскопа. Все, что связано с обучением, с изучением чего-то нового. Кто-то из львов хотел получить новую профессию, или, может быть, закончить какой-то институт, какие-то курсы пройти никак не могли. Вы вернетесь к этому состоянию, к этой идее, что нужно получить еще одно образование, что нужно выучить что-то, какой-то курс пройти, чтобы повысить свою квалификацию, что-то новое хотели изучать. Может быть, вы изучали английский, бросили его, и сейчас снова будете возвращаться к этому. Затем все, что касается поездок и путешествий. Кто-то из львов хотел переехать и в апреле решиться на это. Может быть, вы в прошлом году делали какие-то заметки, что вот все, в 2024-м перееду в Сочи, буду жить там. Поэтому здесь опять столкнетесь с такой ситуацией. Может быть, чаще будете думать об эмиграции. Раньше хотели уехать, не получалось, что-то сковывало, какая-то проблема была или ситуация. Сейчас может что-то получиться у вас. Поэтому, львы, желаю вам удачи. Также девятый дом – это учительство, это состояние, когда вы делитесь с кем-то своими знаниями. Поэтому ретроградный Меркурий может вернуть к вам в жизнь каких-то учеников, каких-то клиентов, которые у вас учились или что-то покупали, брали, советовались. Люди снова будут к вам обращаться. Либо вы будете обращаться к человеку, который коуч, какой-то мудрый человек в вашей жизни был, и вы к нему вернетесь за советом. Потому что в апреле месяце нужно будет что-то решить, но без совета умного, какого-то порядочного человека, человека, которого вы уважаете, без его совета вы как будто будете потеряны, не сможете поставить точку. Поэтому здесь какой-то человек в вашей жизни все-таки должен в апреле появиться, либо к какому-то человеку вы вернетесь за советом. И юридические дела, это тоже девятый дом, возможно, какие-то бумаги придут, которые вы давно ждали, и нужно будет что-то подписывать юридического характера, либо какие-то дела, которые вы не могли закрыть юридического характера, нужно будет к ним вернуться, решить эти вопросы, поставить какие-то точки, понять, как действовать дальше, проконсультироваться, может быть, с юристом или с нотариусом. Вот такой ретроградный Меркурий может быть у вас, дорогие львы, желаю вам удачи. Девы, милые мои, ретроградный Меркурий окажется в вашем восьмом доме гороскопа, а это все, что связано с займами, с кредитами, с ипотеками, с какими-то долгами, вы словно вернетесь в какую-то ситуацию, когда нужно будет брать у кого-то денег, на что-то будет не хватать, либо к вам кто-то вернется, человек, который постоянно вас занимал или хочет занять, и никак не находил слов, сейчас все-таки до вас доберется. И захватит ваши 500 рублей. Вы захотите в апреле, знаете, как будто с чем-то покончить, с каким-то долгом, с каким-то кредитом, закрыть его, отдать кому-то эти деньги. Вот просто в апреле появится такая либо возможность, либо ситуация, разговоры будут на эту тему, что вот нужно закрыть сначала это, а потом уже делать что-то другое. Затем восьмой дом, это все, что связано с операциями, может быть вы что-то откладывали, либо планировали какую-то операцию, либо планировали какие-то анализы сдать и никак не могли, либо что-то вас беспокоило, но вы не обращали на это внимание, сейчас придется брать консультацию у специалистов. Ретроградный Меркурий вас сфокусирует на этом внимании, что нужно что-то с этим делать, нужно какое-то проводить обследование какое-то, может быть и так. Ну и восьмой дом гороскопа, это еще ситуации, после которых вы становитесь сильнее, как будто вы, знаете, превозмогаете себя, боретесь с какой-то непонятной вот серьезной проблемой. И ретроградный Меркурий может вернуть вас в то состояние, когда вы с этим справлялись раньше, может быть эта ситуация будет повторяться в вашей жизни, что-то будет как будто, знаете, одни и те же грабли в апреле. Вот на одной тоже наступаете и никак не учитесь. Ретроградный Меркурий даст вам еще, возможно, какой-то либо урок, либо предоставит какую-то возможность, чтобы вы изменили себя, изменили свой подход к проблеме. И это будет очень важно, потому что когда мы смотрим на проблему только с одного ракурса, и она никак не решается, значит нужно ее немножко обойти, либо изменить себя, свой взгляд на эту проблему. У вас появится возможность что-то поменять, свое мнение, свое мировоззрение какой-то ситуации, которая постоянно у вас повторяется в жизни. Желаю вам удачи, девы! Весы, дорогие мои, ретроградный Меркурий окажется в вашем седьмом доме гороскопа. А это дом партнерства, брака, отношений. Во-первых, в этот момент каким-то образом о вас вспоминают ваши любимые бывшие люди. Может быть, бывший муж, бывшая жена, бывший ваш партнер напишет вам, захочет с вами встретиться, попереписываться. Либо вообще случайно встретите этого человека, своего бывшего, хорошего, пригожего, где-то там в очереди в магазине. Поэтому будьте, пожалуйста, готовы, весы. Затем вы можете узнать какие-то секреты про своего партнера. Либо ситуация будет, вы будете сфокусированы на ситуации внутри семьи, внутри отношений. Что-то вот, какие-то недомолвки могут быть между вами и вашим любимым человеком, вашим партнером. Какая-то ситуация будет повторяться, и вы захотите ее решить. Ретроградный Меркурий придаст вам такую возможность. Судебные процессы касательно разводов. Может быть, вы снова захотите развестись с этим человеком. Все, больше не могу, хочу свободы. Либо вы будете думать наоборот, что вот откладывали-откладывали мы там помолвку или свадьбу или предложение. Вот как-то долго-то все тянется. К чему-то это должно прийти. И ретроградный Меркурий снова поднимет эти вопросы. Ну что, мы вместе? Или так оно и будет? Непонятно как. Захотите какую-то точку поставить в отношениях. Ну и седьмой дом – это также все, что связано с искусством, с красотой. Может быть, вы обратите внимание на какие-то вещи, которые хотели купить для себя в дом. И вернетесь за покупками в этот же магазин. Может быть, вы что-то там откладывали в корзину, где-то в онлайн-магазине, и вернетесь, чтобы это приобрести. Либо вы захотите вместе с партнером куда-то полететь, какую-то путевку купить. Вот никак не могли, либо думали о том, куда полететь. И сейчас ретроградный Меркурий предоставит вам эту возможность. Либо вы наконец-то определитесь, куда вы хотите вместе полететь. Ну и седьмой дом также – это переговоры, это какие-то интервью. Может быть, вас кто-то куда-то приглашал на какое-то собеседование, и вы все это откладывали. Либо, может быть, вы хотели посетить какое-то собеседование, поговорить с каким-то человеком, который вам нравится, или который предоставляет какие-то услуги, и никак не могли до него дозвониться, добраться. Может быть, времени не хватало. И сейчас, в апреле, вы все-таки сможете встретиться с этим человеком, поговорить с ним о том, что вам важно. Может быть, это будущий работодатель или будущий спонсор. И расставить все точки по местам. Желаю удачи! Скорпионы, ретроградный Меркурий окажется в вашем шестом доме гороскопа. А это все, что связано со здоровьем. Опять сфокусируется ваше внимание на этом. Что-то, может быть, вас беспокоило или беспокоит до сих пор. Никак не можете закончить лечение, никак не можете выздороветь наконец-то. Либо хроническое что-то опять начало проявляться. Вот нужно будет это все закрыть в апреле. Вот снова как будто вы столкнетесь с какими-то консультациями постоянными. Либо к врачу снова будете записываться, к своему участковому. Либо в клинику опять пойдете, которые вот прям хотели попасть, никак не могли. Сейчас получится вырвитесь с работы. Или, может быть, появится возможность заплатить какому-то специалисту, которому вы никак не решали сходить. Затем шестой дом. Это ваши обязанности на работе. Может быть, кто-то из скорпионов хотел что-то поменять. Либо говорил о своем карьерном росте. Либо хотел куда-то перейти в какое-то другое подразделение, в другой отдел, на другую торговую точку. Либо вы хотели поговорить о том, что вы согласны делать, а что не согласны. Любые разговоры касательно ваших обязанностей, вот вы к ним снова вернетесь в апреле месяце. Как будто ситуация сама вас настигнет, что придется об этом говорить. Либо с начальником, либо с коллегами. Но будьте, пожалуйста, поаккуратнее, потому что слово не воробей. Что-то скажете, а кто-то кому-то чего-то доложит. И придется оправдываться. Шестой дом-гороскоп это также ремонт. И кто-то из скорпионов, может быть, затеял ремонт, но никак его не мог закончить. В апреле появится такая возможность. Либо вы думали о том, что нужно уже давно побелить стены, никак не могли, руки не дотягивались. Сейчас все-таки обратно обратите на это внимание. И, может быть, даже купите валик, чтобы уже начать красить. Прямо на обои будете красить. Ну и шестой дом-это домашние животные. Некоторым скорпионам захочется завести рыбку, кошечку, собачку. Либо обратите внимание на свое домашнее животное, которое у вас сейчас есть. Ему нужно будет что-то купить, либо сводить к ветеринару. Так что здесь я желаю вам удачи, скорпионы. Стрельцы, дорогие мои, ретроградный Меркурий в пятом доме гороскопа, в доме творчества, в доме хобби, в доме удовольствия. То, что вы делали или делаете до сих пор и получаете от этого кайф. Вы словно вернетесь к каким-то идеям. Идеям касательно творчества. Может быть, вы чем-то занимались в детстве, в подростковом возрасте. Или вот буквально недавно, но вот теперь времени не хватает. Может быть, дети появились, внуки появились. И некогда заниматься кройкой, шитьем, готовкой или рисовать картины. Ретроградный Меркурий обратит внимание на ваше творчество. Что-то будет связано с этим в апреле месяц. Может быть, вы наконец-то поймете, чем вы одарены, какой у вас есть талант. И словно заново, не знаю, возродитесь как Феникс в творчестве. Дети. Это тоже пятый дом. Возможно, какие-то разговоры по поводу детей. Разговоры, которые мы никак не могли решить. Какие-то события, может быть, у вас были в жизни с детьми в ближайшем будущем, в ближайшем прошлом. И вот это продолжится. Как будто вы вернетесь к какой-то определенной теме касательно детей. Очень важной теме для вас. Не могли, может быть, помочь ребенку сейчас протянете руку или получится что-то решить, какую-то проблему именно касательно вашего ребенка. И затем пятый дом – это все, что связано со спортом. И здесь вы можете вернуться в какие-то спортивные секции, на спортивные площадки. Заняться тем же, чем занимались раньше. Либо задумайтесь о том, ой, как раньше я там прыгала, бегала, скакала с ракеткой в руках. Сейчас, может быть, кто-то из стрельцов захочет опять немножечко попрыгать, побегать и вернуть себя в форму таким образом. Ну и также пятый дом – это выступление, шоу, презентации. Может быть, что-то было у вас намечено, но пришлось отодвинуть, какие-то сроки передвинуть. Придется сейчас вернуться к этому и что-то переделать. Может быть, закончить. Может быть, презентация была не закончена. Может быть, шоу было недоорганизовано. Может быть, придется организовать самим что-то. То есть, вы надеялись на каких-то людей, но люди куда-то исчезли, пропали и придется брать все в свои руки. Ну и пятый дом также – это романы, это флирты. И может быть, кто-то у вас был в прошлом, какой-то человек, который вам нравился. Сейчас вы снова с ним либо завяжете общение, либо куда-то с ним сходите на свидание. Может быть, это бывший ваш любимый человек, но вы с ним как-то вот разъехались. И сейчас появится возможность снова с ним как-то вот побыть вместе. Поэтому, дорогие стрельцы, желаю вам в апреле удачи. Козероги, милые мои, четвертый дом гороскопа ретроградной Меркурии будет именно в нем. А это все, что касается вашей семьи, вашего жилья, где вы сейчас находитесь. Вернутся ситуации, события какие-то незаконченные. Может быть, вы планировали с любимым человеком или с семьей сделать ремонт, передвижение какой-то мебели. Может быть, планировали что-то купить в дом, но никак не могли, откладывали это все. Сейчас снова с этим столкнетесь. Может быть, диван уже все там, невозможно на нем спать, нужно его купить, но никак не было возможности. Сейчас может такая возможность появиться. Затем, все, что касается переездов, недвижимости, как таковой. Может быть, вы планировали какой-то переезд в другой город. И сейчас еще раз убедитесь, что нужно уезжать. Или еще раз убедитесь, что нужно переезжать. Нужно брать какую-то другую квартиру в аренду, потому что здесь какие-то уже происходят события или ситуации, которые вам дискомфортны. Либо вы будете сдавать. Вы планировали сдавать жилье свое, никак не могли к этому прийти. И сейчас опять же столкнетесь с этой ситуацией, что все, пора, надо сдать свою квартиру и осчастливить каких-то замечательных людей, чтобы у них появилась крыша над головой. Затем, четвертый дом гороскопа – это родители, ваша мама, события с ней, какие-то вопросы, которые вы не могли решить касательно недвижимости, касательно жилья. Может быть, с мамой у вас были какие-то недомолвки или недопонимания. И вернется опять этот разговор с родителями по поводу жилья, по поводу недвижимости, либо по поводу ремонта. Также четвертый дом гороскопа – это внутренние переживания касательно сексуальной сферы жизни. Вы вернетесь к какой-то ситуации, которая у вас была, может быть, вы никак не могли решиться на какой-то шаг, либо, может быть, не могли договориться с любимым человеком о чем-то, либо, может быть, вы требуете, чтобы вас понял любимый человек, но ничего не получается. Вроде бы вы и на русском, и на китайском объясняете, но все равно вот прям вообще, как об стену горох. Поэтому здесь ретроградный Меркурий сведет вас снова к этой ситуации, к этой проблеме, которая у вас внутри какое-то переживание есть. Придется его либо решить, либо также продолжать вот внутри себя хранить. Все будет зависеть только от вас. Водолеи, дорогие мои, ретроградный Меркурий в четвертом доме гороскопа. Все, что связано с транспортом. Кто-то из вас вернется на свою старую машину. Все, хватит, уже весна, надо садиться за руль. Может быть, будете что-то менять в автомобиле. Шины, краску, салон, что-то там будете менять. Планировали что-то поменять, но никак не могли. Сейчас появятся в апреле возможности. Либо кто-то из водолеев хотел сдать на права, водительские права получить. Потому что по третьему дому это еще какие-то документы, какие-то контракты, договора. Когда вы хотели, может быть, куда-то пойти в автошколу, но никак не могли решиться. Надо вам это или нет. Вот сейчас дома столкнетесь с этим вопросом. Любые договора вообще, в принципе, по ретроградному Меркурию лучше не подписывать. Лучше подписывать после 25 апреля какие-то контракты. Потому что там более уже директное состояние планеты. И не будет никаких подстав, не будет никаких разочарований потом, если вы вдруг подпишете после 25 апреля. Какие-то бумаги. Затем, третий дом гороскопа, это поездки, это какие-то командировки. Может быть, вас кто-то куда-то приглашал, звал, но вы никак не могли. Либо, может быть, какой-то проект был у вас на работе. И нужно было по этому проекту куда-то поехать, с кем-то поговорить, с кем-то пообщаться. Но вы все откладывали. Может быть, вы были в себе не уверены, что вы можете с кем-то поговорить или с кем-то завязать контакт. И сейчас опять придется с этим столкнуться, с какой-то ситуацией из этой сферы. Может быть, придется опять с кем-то налаживать контакт, вот с кем вы не хотели бы. Или человек, который вот прям вот никак не идет, никак не получается с ним как-то сконнектиться. Придется опять вернуться в эту ситуацию и все-таки добиться какого-то разговора. Третий дом гороскопа, это еще все, что связано с торговлей. Поэтому здесь вы можете, вот что-то хотели продать, никак не могли продать. Сейчас опять к этому вернетесь. Может быть, хотели продать фотоаппарат, хотели продать машину, хотели продать да все что угодно. Платье, туфли. И сейчас снова появится такая либо идея, либо возможность, что можно вот без этого прожить, нужно кому-то это продать, отдать. Либо наоборот что-то купить вы хотели. Касательно транспорта, автомобиль. Либо касательно каких-то, не знаю, курсов каких-то. Хотели, никак не могли, думали об этом, что мне нужен этот курс, мне нужны вот эти знания. И сейчас снова к этому вернетесь. И третий дом гороскопа, это общение с братьями и сестрами. Какие-то вопросы будете с ними решать, которые откладывали, которые никак не могли собраться. И сейчас снова придется столкнуться с какими-то разговорами касательно либо лично вас, либо каких-то документов. Рыбы, дорогие мои, ретроградный Меркурий будет в вашем втором доме гороскопа, в доме денег, трат, доходов и расходов. Во-первых, вы, возможно, вернетесь на какую-то старую работу. Либо будете думать о том, что раньше вы зарабатывали там, а сейчас вы зарабатываете меньше. И сравниваете эти две ситуации, две эти разные работы. Либо поменяете работу, подумаете о том, что нужно что-то делать, нужно зарабатывать больше. И вот у вас эта мысль была как-то, и сейчас вы сможете ее реализовать в ретроградном Меркурии. Либо вы столкнетесь с ситуацией, от которой вы думали, что все, уже избавились. Но придется опять. Вот, не знаю, там, у вас был кредит, вы его оплатили, все. А сейчас в ретроградной Меркурии у вас снова появится какая-то потребность снова обратиться с этим кредитом. Либо вы выплачивали что-то, думали, что все, выплатили, но нет. Придется опять к этому вернуться, опять платить, продолжать что-то. Либо за кого-то, либо, может быть, люди будут к вам обращаться за деньгами, а вы уже думали, что все хорошо, им уже ничего не требуется. Возможно, кто-то вам долг вернет в апреле, и это будет замечательная новость лично для вас. Второй дом гороскопа – это самооценка. Вы можете вернуться к мыслям о том, что нужно себя привести в форму, что вы сейчас выглядите не так, как вы хотите, и нужно над этим работать. Может быть, кто-то из Рыб будет записываться в фитнес, садиться на диету, соблюдать пост, как-то вот прописывать свой рацион, свой режим, чтобы вот действительно видеть в зеркале и радоваться того, что вы видите. Но, может быть, есть такие Рыбы, которые радуются, поэтому здесь можно это пропустить. Второй дом – это также все, что связано с накоплениями, и, возможно, вы будете чаще думать, куда вложить деньги, чтобы больше заработать. Вы можете чаще думать о своей какой-то кубышке, о каких-то деньгах, которые вы куда-то откладывали. Вот что-то с ними будет связано в апреле. Может быть, придется оттуда взять денюжку, чтобы что-то закрыть. Либо, наоборот, подумайте, что нужно откладывать, чтобы добиться того, чего вы хотите. В любом случае, дорогие Рыбы, желаю вам удачи с деньгами в апреле. Дорогие зрители, я хочу напомнить вам о том, что, когда Меркурий находится в ретроградном движении, не стоит подписывать никакие договора, контракты, важные бумаги, потому что вас могут обмануть. Лучше все эти подписи отложить на конец апреля или даже начало мая. Затем, возможно, какие-то задержки. Задержки в транспорте, в расписании, задержки в выплатах каких-то на один-два дня, поэтому не стоит об этом беспокоиться. Затем ретроградный Меркурий – это моменты, когда не нужно продавать что-то важное, что-то очень дорогое, это может быть недвижимость, это может быть автомобиль, потому что и там вас могут обмануть, и там вам недоплатят, или могут даже мошенники какие-то встретиться, поэтому здесь, пожалуйста, будьте повнимательнее. Ну и, конечно, ретроградный Меркурий, как известно всем, это привет из прошлого. Возможно, о вас вспомнят старые друзья, о вас вспомнят бывшие любовники, ваш бывший муж или ваша бывшая жена захочет с вами снова встретиться и, так сказать, обнять и пожелать всего хорошего. Поэтому здесь будьте готовы, что кто-то из прошлого может к вам постучаться в дверь. Но, несмотря на всё это, я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, любви, терпения, если что-то в вашей жизни сейчас происходит не так, как вы хотите. Ну и чтобы солнышко вас согревало, грело вашу душу, чтобы всё было у вас хорошо. Стремитесь вперёд, дорогие зрители, верьте всегда в себя и, конечно, надейтесь на лучшее. Без надежды жить достаточно трудно. Спасибо большое всем за внимание. Пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали. Ну и пишите свои комментарии под этим видео, мне будет очень интересно их почитать. Ещё раз всем желаю прекрасного апреля. Пусть в вашу жизнь приходят только самые лучшие и самые добрые. Всем до свидания.